Переходность и непреходность Правильно употреблять их в речи и совершенствовать свои знания в определении грамматических признаков глагола Предлагаю вам два предложения Его нет дома, пошел гулять собаку Няня гуляет ребенка только в будние дни Как вы думаете, можно таким образом построить данные предложения? Какие слова режет слух? И мы понимаем, что предложение так не строится И режет слух слова «гулять собаку» и «гуляет ребенка» Что же нужно сделать? Необходимо поставить существительное при глаголе в нужном падеже И получается следующее Его нет дома, потом пошел гулять собакой Няня гуляет с ребенком только в будние дни Давайте познакомимся с правилом Глаголы, которые обозначают действия, переходящие на предмет, называются переходными Все остальные – это непереходные глаголы Переходные глаголы имеют или могут иметь при себе имя существительное или местоимение В винительном падеже без предлога Обращаю ваше внимание на примеры Брал книгу, брал что? Книгу – это переходный глагол, потому что употребляется с винительным падежом Встречать его, встречать кого? Его В винительный падеж, поэтому перед нами переходный глагол При переходных глаголах существительное или местоимение может стоять также и в родительном падеже Посмотрим При отрицании Не купил хлеба Не купил чего Родительный падеж Не выпить молока Также мы видим Не выпить чего молока Родительный падеж – это переходный глагол И при указании на часть предмета Отрезал чего? Сыра Родительный падеж, как вы видите И нарвать цветов Чего цветов Родительный падеж Также это переходный глагол А вот непереходный глагол – это все остальные Например, читать в книге то есть читать в чём? В книге творительный падеж и идти через ручей. Идти через что? Мы видим винительный падеж с предлогом, поэтому не переходный глагол. Понаблюдаем вместе, давайте прочитаем следующие слова. Обливать, смотреть, стучать, добавляя к ним суффикс «ся». Вспомните, ребята, как называются такие глаголы в русском языке? Совершенно верно. Такие глаголы называются возвратные. Обливаться, смотреться и стучаться. В чём особенность возвратных глаголов? Я думаю, что помните, что действие возвращается на предмет, который его производит. И как вы думаете, возвратные глаголы могут быть переходными? Нет, не могут, потому что у переходных глаголов действие приходит на другой предмет. Делаем вывод. Когда к приведённым в качестве примеров глаголов прибавляется суффикс «ся», образуются возвратные глаголы, и запомните, что они всегда непереходные. Таким образом, переходные глаголы не могут иметь суффикса «ся». Предлагаю вам задание. Распределительный диктант. Вам необходимо распределить глаголы на две группы – переходные и непереходные. Озарить душу, гонит баржу, не уберечься от растуды, увлечь игрой, беречь мир, подойти к двери, развлечь товарищей, увлекаться спортом, спускаться с горы, служить Отечеству и рассказать сказку. Работаем с первым словосочетанием «озарять душу». Озарять что? Душу, винительный, падеж – переходный глагол. В первую колоночку записываем. Гонит баржу. Гонит что? Баржу, винительный, падеж – также переходный глагол. Не уберечься от растуды, не уберечься от чего? От растуды – родительный падеж, но есть предлог, поэтому глагол непереходный. Увлечь игрой, увлечь чем? Творительный падеж – непереходный глагол. Далее, думаю, вы это задание сделаете самостоятельно. Следующее задание. Составьте словосочетание сначала с переходными, а затем с непереходными глаголами, употребляя существительные в нужном падеже. Предлагаются следующие слова. Оценить что? Получить что? Слушать, не бояться, наклониться, не надеяться, подарить, искать, опереться, надеть и одеть. У вас, конечно, получатся свои словосочетания, мы поработаем с моими. Оценить ответ. Вы увидите, оценить что? Ответ. Винительный падеж – переходный глагол, значит. Получить что? Оценку. Опять же, винительный падеж, поэтому глагол у нас переходный. Слушать что? Рассказ. Винительный падеж – переходный глагол. Не бояться высоты, не бояться чего. Помните родительный падеж, поэтому глагол является переходным. Наклониться к брату, наклониться к кому-брату – это непереходный глагол. Не надеяться на кого? На друга. Также непереходный – подарить книгу, подарить что? Винительный падеж. Поэтому глагол переходный. Искать глазами, искать чем? Непереходный глагол. И опереться на что? На руку. Видим винительный падеж с предлогом, значит, глагол непереходный. Предлагаю обработать с цифровым диктантом. Мы читаем предложение и размышляем, да, и думаем, какие глаголы будут относиться к переходным, какие – к непереходным. Первое предложение. Грамоте учиться всегда пригодится. Учиться чему? Грамоте. У нас дательный падеж, поэтому глагол является непереходным. За одного ученого двух неученых дают. За кого? За неученых. Кого? Чего? Это родительный падеж, поэтому глагол непереходный. Далее вы это задание делаете самостоятельно. И подумайте, как правильно произносить? Выпить чая или выпить чаю? Килограмм сахара или килограмм сахару? Прибавьте мне салата или прибавь салату? Ребят, обе формы являются правильными. Только нужно запомнить, что выпить чаю, прибавьте мне салату, килограмм сахара употребляется в разговорной речи. Все остальные словосочетания выпить чая, прибавьте мне салата и килограмм сахара – это стилистически нейтральные слова, и они являются общеупотребительными. И последнее задание – это сочинение миниатюра. Я вам предлагаю текст. Вы должны подумать, какие глаголы вы будете использовать – переходные или непереходные, и напишите свое продолжение. «Весенние ручейки бегут, торопятся, у каждого ручья свой голос, один чуть шепчет, другой звонко кричит, и каждая своем. Хочешь узнать лесные полевые болотные тайны – сядь у ручья и послушай». Получилось такое продолжение. Вы видите в тексте подчеркнутые глаголы и должны определить, какие они – переходные или непереходные. Ну и, конечно же, написать свое сочинение в миниатюру, то есть продолжение данного текста. Спасибо за внимание. До свидания. Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами проведем урок по математике в шестом классе. Тема нашего урока – преобразование десятичных дробей в обыкновенную дробь. Мы с вами уже научились работать и выполнять основные арифметические действия как с обыкновенными дробями, так и с десятичными дробями. Давайте вспомним, как это. Вашему вниманию предлагается пример номер один. В первом действии мы должны 24,25 разделить на 2,5. Это деление двух обыкновенных дробей. Выполняем по правилу. Дробь делимая оставляем без изменения и умножаем на обратную дробь делителю. В нашем случае это дробь 5,2. Выполняем умножение двух обыкновенных дробей. Числитель умножаем на числитель. Знаменатель умножаем на знаменатель. Хочется обратить ваше внимание, что это сократимая дробь. Выполняем сокращение. В результате получаем неправильную дробь 12,5, которую можно представить в виде смешанного числа 2,25. Вторым действием мы должны 12,5 разделить на число 6. Представим число 6 в виде обыкновенной дроби. Выполним деление двух обыкновенных дробей. Выполним сокращение дроби. В результате получаем значение 2,5. Третьим действием 2,5 мы должны вычесть дробь 1,3. Вычитание двух обыкновенных дробей с разными знаменателями. Чтобы выполнить это действие, мы должны привести к общему знаменателю. В данном случае это число 15. Дополнительным множителем первой дроби является число 3, ко второй дроби число 5. Первая дробь представима в виде дроби 6,15. Вторая дробь представима в виде дроби 5,15. Выполняем теперь по правилу вычитание двух обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. В результате получаем дробь 1,15. Четвертое действие в этом примере. 1,15 мы должны разделить на 1,5. Выполняем деление обыкновенных дробей по только что повторенному правилу. Сокращаем эту дробь, получаем в результате 1,3. Последнее действие, которое предлагают нам выполнить в этом примере. К дроби 1,3 добавить дробь 1,6. Это сложение двух обыкновенных дробей с разными знаменателями. Чтобы выполнить это действие, мы должны привести к общему знаменателю. Выполняем теперь сложение двух дробей с одинаковыми знаменателями. Получаем 3,6. Эта дробь сократимая. Сокращаем. Получаем 1,2. Значит, ответом в этом примере является число 1,2. Вашему вниманию предлагается второй пример. Хочется обратить внимание, что в условия этого примера входят только действия над десятичными дробями. Выполним это задание. Первым действием необходимо 5,1 умножить на 3,2. Выполняем умножение двух десятичных дробей в столбик. В результате получаем значение 16,32. Хочется обратить ваше внимание, что в произведении мы должны отделить два знака запятой справа налево, так как в каждом множителе по одному знаку после запятой. Вторым действием мы должны выполнить вычитание. 4,16 мы должны вычесть 16,32. Обращаю ваше внимание на то, что уменьшаемое меньше по модулю вычитаемого. Поэтому, используя правило, от большего модуля вычитаем меньший модуль и ставим знак того числа, модуль который больше. В результате получаем значение минус 12,16. Значит, результатом действия в этом примере будет являться число минус 12,16. В рассмотренном первых и вторых примерах у нас с вами были только в условиях либо обыкновенные дроби, либо десятичные дроби. Очень часто при заданиях мы встречаемся с другим видом заданий, где в условии входят как обыкновенные дроби, так и десятичные. Посмотрите, пожалуйста, на пример номер 3. Давайте выполним это задание. Первым действием мы должны к десятичной дроби 1,6 прибавить обыкновенную дробь 3,4. Как выполнить это действие? Для этого достаточно представить десятичную дробь в виде обыкновенной дроби. 6,6 прибавить 3,4. И выполнить уже сложение двух обыкновенных дробей с разными знаменателями. Для этого приведем к общему знаменателю. Выполним сложение двух дробей с одинаковыми знаменателями. В результате получим значение 27,20. Это неправильная обыкновенная дробь. Представим ее в виде смешанного числа. 1,7. Дальше выполним второе действие, которое у нас уже не вызывает затруднения. 1,7 мы вычитаем значение 7,20. Дробные части имеют одинаковые знаменатели, поэтому легко выполняем это действие. В результате получаем значение 1. Третье действие. К единице мы должны прибавить 0,7. Это тоже не вызывает у нас затруднения. В итоге мы получаем значение 1,7. Вашему вниманию предлагается четвертый пример. Пример взят из сборника математика ОГЭ. Типовые задачи экзаменационных работ для девятых классов. Необходимо выполнить действие. Первое действие выполняется в скобках. Для этого к одной целой мы должны добавить 1,7. В результате получаем смешанное число 1,7. Вторым действием мы должны 0,8 разделить на 1,1. Посмотрите, первое число записывается в виде десятичной дроби. Мы снова представляем десятичную дробь в виде обыкновенной дроби. А смешанное число представляем в виде неправильной дроби. Выполняем теперь деление обыкновенных дробей. Выполняем сокращение дробей. В результате получаем 0,7. Эту обыкновенную дробь мы можем представить в виде десятичной дроби. Значит, ответом в этом примере является 0,7. Если посмотреть, то таких примеров, где есть в условиях как обыкновенные, так и десятичные дроби, достаточно очень много. Поэтому сегодня мы с вами на уроке научились решать такого вида задания. При этом, чтобы выполнить такие примеры, вы должны десятичную дробь представить в виде обыкновенной дроби. Чтобы закрепить данный материал, я предлагаю вам выполнить домашнее задание. Если вы обучаетесь по учебнику математика, автор Никольский, выполните, пожалуйста, на странице 168 номер 894 А и В. Если вы обучаетесь по учебнику математика 6 класс Мерзля, на странице 100 выполните, пожалуйста, 546 557 Б. Желаю вам успехов. Спасибо за внимание. Good morning, students. And the theme of our today's lesson – places to eat in the UK. So, if you have Spotlight 6, please go to page number 91. If you haven't, please be very attentive and listen. And I hope you will find some very useful tips where to have a grab, eat something very tasty, celebrate your birthday or special occasion, or even try traditional British food in the UK. So, first of all, we're going to start with learning new words. So, the first word is lunchtime, lunchtime – обеденный перерыв, pastry, pastry, выпечка, soft drinks – безалкогольные напитки, special occasions, special occasions – особые случаи, anniversary, anniversary – годовщина или юбилей. Cuisine – кухня, take away food, take away food, доставка, vinegar, уксус, sauce, pie, pie – пирог с начинкой, mash or mashed potato – пюре или толченый картофель. Traditional dish – национальное блюдо, grab a bite, grab a bite, перекусить. And hungry – hungry, голодный. So, you have some words here. I want you to match the English variant with the Russian variant. You have several seconds to complete the task. Let's check. So, lunchtime – обеденный перерыв, pastry, выпечка, special occasion, особый повод, anniversary, годовщина или юбилей, cuisine, кухня, take away food, доставка, vinegar, уксус, mash or mashed potato – толченый картофель. Traditional dish – национальное блюдо, grab a bite, перекусить. And the last one – hungry, голодный. So, speaking about places to eat in the UK, the first place you should visit is sandwich bar. Sandwich bars are very popular. Most people in the UK work in offices – they don't have time to make their own lunch. This is why sandwich bars are so popular there. In a sandwich bar, you can buy sandwiches, pastries, cakes, soft drinks, juice and coffee. Then, you may choose to eat your own lunch there or take it back to work. It's very convenient. The second place – if you have a special occasion, you should visit a restaurant. Restaurants in Britain are very popular. British people go to restaurants on special occasions like birthdays and anniversaries or in business meetings. People like to visit all sorts of restaurants – Indian, Chinese, Italian, Mexican cuisine are all very popular. British food is very tasty as well. The dishes usually include fresh meat or fish with vegetables. If you walk with your friend and you want to grab a bite, you should visit fish and chip shop. Fish and chip shops are England's traditional takeaway food. They serve fried fish covered in butter with fried potatoes. People like to add salt and vinegar, peas, tomato, ketchup or curry sauce. There are thousands of fish and chip shops all over Britain. locals and tourists all love to visit them. And the last place to visit is pie and mash shops. Pie and mash shops are very popular in Britain too. So, pie and mash shop is one of Britain's most traditional dishes. It is exactly what it says. Meat pies with mashed potato in herb sauce. Herb sauce. The first pie and mash shop dates back. Dates back – берет начало. 200 years. Today, pie and mash shops are very simple and cheap places to eat in Britain. So, now I propose you to make a little quiz. You are to match the statements with the places to eat in the UK. So, the first – both the British and tourists enjoy eating there. So, think, be very attentive. Of course, fish and chip shops. Good job! Business people have dinners there. Of course, restaurants. They are busy mostly at lunchtime. Sandwich bars. You can eat food from many different countries there. And the answer is restaurants. You can find them all around Britain. And the correct answer is fish and chips shops. So, now, do you have your favorite place to go or to eat in your own town? Please, write down. But don't forget to write down the name of that place. The food one can eat there. And, of course, about prices, whether they are expensive or cheap. I wish you good luck! Goodbye! used a lot of spare food that tastes also. I was�� tough, for instance. The food one can eat problem!!!!! that's why we get grass in school.